здарова как дела с тобой форель а это продолжение игры левиафан последний день декады и мой код нажал тут и не смогла не успела прочитать к счастью или к сожалению но мартис хьюз говорит о том что что вот он сказал код знаешь нет с вас искрения благодарность ухмыляется да да конечно спасибо вам огромное господин хьюз благодарность оливер выглядит иначе как насчет 600 золотых господин у меня меня столько нет обычно самоуважение не позволяет мне сбрасывать цену для вас господин я делаю исключение 500 монет его свободно блин у меня нет столько денег а 100 золотых 100 золотых давай возможно 100 золотых будут достаточной компенсации откуда у подростка блин деньги простите я я слышался господин вертран речь о вашей свободе возможно даже о вашей жизни я решительно не понимаю почему вы так и низко цените столь важные вещи но у меня нет этих денег матриц мрачнеет у вас из рук только что упал золотой ключик подумайте об этом времени на размышления будет предостаточно нет постойте юлия навестит вас завтра утром господин вертран ей нужно несколько часов чтобы пересмотреть материалы дела и понять что доказать вашу виновность будет легко всего доброго вот ублюдок как назло в кристина нет телефона и я не могу никак с ним связаться до опекун просто ненавидят телефонные звонки надо осмотреться раз уж я здесь хозяин 1 оливер мой сахарный ну вот и где одна меня обвиняют в убийстве митчелла ох 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 сахарок я знала знала что когда-нибудь вы станете знаменитым ох люди будут дрожать при одном лишь звуки вашего иби и одна знаменитым ты ты вообще о чем я не хочу быть известен как убийца и кажется теперь все очень плохо хуже чем я мог себе представить если моя вина будет доказана то я проведу за решеткой остаток своих дней вот как как горько устроена жизнь за самые лучшие вещи приходится платить такую цену сладкий мой не подойти духом я что-нибудь придумаю вы скоро окажетесь на свободе вот увидите 1 исчезает в воздухе прежде чем оливер успевает ответить ей хорошо а мне нужно чтобы кот исчезнул в воздухе ну хорошо сейчас одна приведет кристиана вероятно что это за штуки это чугунная топка наполненная раскаленными источащими жар камнями между которыми воткнуты металлические прутья я очень надеюсь что эта штука стоит здесь только для устрашения это что это как растяжка будто часть какого-то механизма введенная в камеру сквозь отверстие на потолке хотел бы я знать что это какая-то сюда попалась здесь нет никаких чар например кровь о объявление о пропаже человека буквы выцвели осыпались от времени но среди пятен расплывающихся чернил еще можно разобрать слова ваще и в районе приморского рынка в фанерном переулке старая женщина на вид лет шестьдесят чуть более была одета в простое коричневое платье серо-голубым фартуком и высокий чипец с булавками слышит слабо и почти слепа прочитать остальное невозможно тексты расползается от сырости но вот и мой старый знакомый бертрам лансмер какая встреча текст объявления слово в слово повторяет некролог опубликованный в той старой газете можно даже не читать ты чё ты посмотри кто это постой постой это же глазам своим не верю это лода ну-ка чё тут про него написано безродный по имени куниси разыскивается за случай неоднократных преступлений как-то мошенничество с документами деньгами и обман почтенных женщин из благородных семей представляясь наследником знатного рода куниси входил в доверие к богатым аристократкам и по предлогам выманивал у них ценности и большие суммы денег всякие располагающие сведениями о деянии мутнокровного кинси обязан куинси куинси господи куниси куниси так вот кто он на самом деле безродный куинси 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 лу было лучше дарине наверняка будет интересно узнать об этом я тоже подумала что нужно сразу ей позвонить так на куске плотной бумаги в выбитые жирные красные буквы вы видели этого человека под фотографии написано что это некий лайм по прозвищу тропольщик на совести которого смерти пяти человек подожди если здесь это висит то как юлия не узнала в лу о да вот этого куинси куниси куиси как вот еще одна дыра ничего не понимаю последний раз был замечен в южных пригородах кростхейма в октябре 77 года этому объявлению чертовски много лет отделение ордера района белый круг разыскивает возможных свидетелей расправы над четвиком трайвергом случившимся в начале 78 года обезглавленные изуродованный труп добропорядочного книга торговца примерного мужа и любящего отца двух дочерей найден в сточной канаве близ района сестреции предположительно четвика задравили мелким демоном или собакой средних размеров дознаватели просят добропорядочных горожан откликнуться дабы убийца был введен за решетку что за что за слова во дворе он во дворе он вот я знаю выдворен во дворе он теперь были ну просто порой странно звучит лицо этого человека мне как будто вы знакомы или нет нет незнакома черт его знает кто это вообще это опять чуть-чуть и там надо посмотреть на вывенченных в потолок креплениях вывешены толстые цепи с начищенными до блеска крючьями полер переводит взгляд на подвесную лежанку наверное в этом есть какой-нибудь умысел повесьте те жуткие крюки прямо над лежаком дознаватели похоже знаю толк способах расследования хотел бы я знать приходилось ли юли пытать людей зачем тебе это знать милый мальчик мы же можем звонить у нас есть телефон давай позвоним дарине гудки дарина не отвечает кому еще можно позвонить ну-ка давай мистеру карты никсу позвоним я волшебный страж мистер говорите картник стил фрейд слушает ой охренеть карта x это же сам карты x соблюдай приличия оливер мы не будем продолжать беседу в таком тоне я занятой человек у меня немного времени на праздные разговоры если есть вопросы немедленно волшебная шкатулка мастер я знаю вы большой специалист по волшебным вещам я тут нашел одну шкатулку и хочу понять как она открывается эта шкатулка выглядит как монолитный серебряный сундучок украшены фиолетовыми камнями правильно да да мистер абсолютно правильно вы уже не приходилось сталкиваться с такими штуками оливер свете много удивительных вещей чего только не встретишь она довольно древняя и очень ценная однако то что лежит внутри зачастую бывает не менее ценным чем сама шкатулка так вы знаете как она открывается да шкатулка чувствует свечение чтобы открыть ее нужно осветить камни пучком яркого красного света особая магия отомкнет механизм шкатулка распахнется второй способ куда более просто банален ты всегда можешь найти достаточно крепкие тиски и сломать шкатулку с их помощью благодарю мастер благодарю не спеши с благодарностями хочу предостеречь постарайся побороть искушение коснуться чужой тайны мало ли что там ну ладно я подумаю конечно же ты меня не послушаешь ты еще что-то хотел не не надо пока не стану больше вас отвлекать мистер был счастлив поговорить с вами вот как тогда скоро ты будешь счастлив еще больше мастер предчувствие говорит мне что ближайшее время наши пути пересекутся вновь так-то понятно до скорого оливер ничего прислушаться давай прислушаемся оливер прижимает ухо к двери не за двери камеры слышны и однообразные иголки и шаги чье-то тихое бормотание и звяканье железные посуды и бак тишина и слышно тишина чего надо запасно заспанный голос ты не охренелый там на посту дрыхнуть на сам-то сам-то чё святой или завидуешь да чё тебе завидовать а ты сейчас такой цирка проспал но красавчик-то нашу ну эту довел скачала тут злая как сука кого юлию довел ее красавчик-то дурак как погляжу так скажу не на ту напал он юлия может и смолчит но только все по-своему вывернет да так что он пожалеет чтоб пополз к ней полез может быть тут это высокородного привели вот красавчик и зашевелился слупил поди деньжат с него падла такая так он зато в новых туфлях будет ходить а ты своими соплями подшивать будешь так она матрису придется повременить с обновками непонятно почему стражники об этом знают но до сих пор его не сдали оливер отходит от двери давай на вот эту вот садимся на лежанку надо вздремнуть да просто спим и все отлично отлично люблю поспать о нет присниться же такое замок щелкает вертран собирайтесь вопрос вашего освобождения решился наилучшим образом даже завидую вам у меня не было столь заботливо внимательного отца и столь щедрого провожать не стану как войдете в коридор налево узкая красная дверь а за ней выход на задний двор далее отправляйтесь вверх по улице не заблудитесь выйдите как раз к тому кафе где юлия взяла вас с телом нам оливер кое-что вам нужно помнить а юлия ее самолюбие даже больше чем ее грудь она не успокоится и продолжит копать под вас просто имейте ввиду спасибо за предупреждение не за что еще раз красная дверь налев оттуда на задний двор ордера и вверх по улице дорога сама вас выведет матрис уходит ну это рассказала отцу вероятно опекун дал взятку март матрису и тот согласился отпустить меня главное что теперь я свободен что он там говорил красная дверь ведущая на задний двор ордера оливер открывает дверь и выходит из камеры ну чё мы запутаемся с тобой что ли да невозможно запутаться в этой игре выйдя из ордера я долго обрел по грязным закоулкам сестреции всю дорогу я думал о том куда меня завело мое расследование как странно повернулась судьба но только оливер не подумал о том что чувак висел на собачьем поводке мне пришла мысль что я совершил серьезную ошибку невольно подпустив к этому делу чужих людей я больше не управлял ходом событий я утратил контроль над ними когда тайна была доступна лишь мне и келлу она стала известна остальным да еще и келла я чувствовал что страшно виноват перед ним и должен был как-то спасти его как-то исправить все что свалилось на него но как именно на этот вопрос у меня не было ответа задумавшись я даже не заметил как дошел до кафе я надеюсь что кела не посадят оливер ты вернулся даже не верится дай обниму дарина крепко обнимает ольвера их так боялась что мы больше не встретимся никогда ты не видел но я шла за вами следом я видела куда тебя увели вернулась села и ждала здесь голова болит дарина ну то что ты напилась да я пьяная что с того я думала она плачет ну да наверное плакала я нервничала мне мне можно если бы если бы меня так арестовали я бы наверное с ума сошла или умерла бы пойдем надо еще выпить может быть может не надо ты хочешь чтобы я разревелась прямо тут брось вертран ты же этого не хочешь ну ладно пошли выпьем ну маковку ну что ж ты мне не было так плохо с тех самых пор как два года назад умерла эмили помнишь да да из-за декады кто же знал эти люди в плащах стояли у края могилы самого гроба с телом никто не подпускал к нему да я помню была сильная давка да а мне хотелось поцеловать его последний раз но меня так и не пустили все отталкивали я цветы уронила было кое-что о чем я никогда не говорила тебе в какой-то миг эти люди слегка раступились и я на мгновенье увидела тело голова распухла так что торчала из гроба кожа вся желтая сухая как бумага и шея отекшая бордовая страшная тогда я подумала что не хочу целовать ее и вся моя скорбь превратилась в отвращение ужас теперь мне так стыдно за это что я вообще ждал увидеть кажется я трезвее надо добавить еще у меня уже не осталось денег купишь мне выпить дарина оливер мне нужно еще выпить нужно понимаешь ну ладно купим и выпивку ладно я куплю тебе выпить оливер возвращается со стаканом руках спасибо может быть мне станет немного легче хотя мой рот должен не спасет и меня тоже как хорошо скоро я уеду от всего этого дерьма все это закончится останется позади будет уже не важно уедешь но ты же не говорила что уезжаешь так приободрившись просто проговорилась собиралась сказать тебе в день отъезда но моя несносная привычка болтать подвела меня как всегда ну куда ты собираешься уехать это пока секрет не волнуйся доберемся обязательно напишу письмо все-таки поганый сегодня день выдался хочется нажираться прям до беспамятства чтобы тошнило и голова кружилась альвус лотнер дела семьи дела семьи ты сильно переживаешь из-за семьи в последнее время да ну прежде я не думала что благополучие роты так зависит от политики не удивительно что теперь все начало рушиться пока дядюшка сидел в совете дела шли хорошо и предсказуем теперь отец платит огромные взятки стил фейсом чтобы стил фрейсом стил вейсом лейсом блин всем лейсом короче платит чтобы сохранить семейный бизнес но но вот норов не любит оливер теперь мы остались без поддержки совета и нас отовсюду выжимают этот огромный магазин центре крови схеме тот самый где прошлой осенью мы ели орехи в меду и шоколадную халву уже не принадлежит нам папа его продал я слышала как отец говорит что за закрытыми дверями где-то с кем-то из стил фейсов понятно поняла разговаривал с кем-то и она услышала больно слышать как он стелется перед ними сквозь зубы ценит слова благодарности за выгодную сделку ты подслушиваешь разговор отца да ладно тебе как будто ты ни разу так не делал мне ни капли не стыдно папа закрытый человек он все время ничего мне не рассказывает отец считает меня глупой он он этого не говорит но я по глазам вишу да вообрази себе даже тару уволил говорит у нас нет денег на телохранителя для каждого из членов семьи и этого человека я называла добрым и чудесным стариком это было глупо даже эгоистично с моей стороны разве подарки и забота обо мне делают его лучше чем он есть на самом деле едва ли от некоторых поступков нельзя очиститься никак сегодня это поняла ну знаешь все это все эти мысли это правильно а что неправильно и что не очень не заботили меня пока были деньги а теперь денег нет и сразу просыпаться какое-то самосознание блин совесть это потому что бедные такие горды что мне делать оливер я боюсь умереть нищете худшего проклятия быть не может ну ты можешь найти себе богатого мужа у лотнеров полно борделей поспрашивали наверняка среди их гостей есть богатые одинокие старики фу это мерзко я не исключаю что этим все закончится так много кто делает и я едва ли буду исключением но вообще-то у меня уже есть один вариант и это кто же все тебе скажи потерпи и узнаешь когда время придет дарина ненадолго замолкает прости я много болтаю но мне мне просто хочется выговориться ужасно невежливо с моей стороны что я не поинтересовалась что вообще произошло эти дознаватели они что думают что могут просто прийти посадить высокородного в тюрьму это не честно то есть честно конечно но как-то неправильно почему юля забрала тебя с собой и что ты как-то связана со смертью митчелла меня подозревают дарина это все не просто нет не говори ничего ладно ладно я я я не знаю что ты скажешь но кажется что я не готова услышать ответ дарина пристально смотрит на оливера если юлия подозревала тебя в чем-то у нее должно быть были серьезные основания ну тогда как же ты вышел ну кроме юлии там еще был один дознаватель потребовавший с меня 500 золотых за освобождение золотой ключик да слышала отец как-то обмолвился что работал с такими людьми в ордере рука руку мой ты знаешь что на любое преступление есть свои расценки заплатит и свободен до поры до времени конечно на суд все равно придется явиться на купленных судей никто не отменял так ты ему заплатил не не было денег я просидел в ордере до самого вечера а потом меня просто выпустили ел до сих пор там и я я не знаю что делать все было еще хуже если бы меня оставили под стражей я ничем были не могу помочь келу если буду за решеткой да пока я на свободе я этого так и не оставлю в чем чем бы его не обвиняли я его вытащу а ты сможешь ну я постараюсь главное чтобы ордер не посадил меня раньше господин оливер вертран это вы да ёб твою мать да это я блин меня чё снова в чем-то обвиняют господин никак нет господин простите если напугал там на улице вас ждет экипаж господин орвуд да орвуд господин орвуд да господин орвуд попросил передать что заждался вашего возвращения домой приехал за вами лично твой опекун ходит за тобой по пятам ну до завтра ну завтра же воскресенье дарина мы не учимся да так но в понедельник я уже уеду из города это значит мы должны встретиться завтра так но хорошо тогда до завтра я хотел же ей показать подожди оливер ты иди опекун наверно уже заждался мы ведь встретимся завтра ну ладно тогда до завтра оливер зазвонимся а как же показать ту штуку ну ладно ну и ладно это было самое важное опекун вряд ли захочет нести залог за келла он никогда не был в восторге от нашей дружбы кристиан был уверен что келла его семья влияет на меня дурно келл как-то рассказывал что опекун втайне от меня приезжал к ним домой и настойчиво просил его не общаться со мной со временем он стал спокойнее относиться к нашей дружбе очевидно убедившись что скорее я влияю на келла херова чем он на меня оливер поднимается по ступенькам и выходит на улицу угу здорово кристиан молча постукивать тростью по полу молчание 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 я молчу я буду просто мол нет надо поздороваться здравствуй кристиан рад что ты за мной заехал губы опекуна трогает едва заметная улыбка правда когда ты так говоришь я чувствую что что все все было не зря мне очень неловко что я оливер оливер мальчик мой не извиняйся а это кем бы я был если бы отказал в помощи единственному человеку который мне важен и нужен отказал тому кого я люблю угу с тех пор как мама была убита прошло чертовски много времени и чем больше лет проходит чем чем чаще тем чаще и глубже я задумываюсь о тех словах что кристиан иногда мне говорит я понимаю зачем я затеял все это расследование месть задуманная в столь раннем возрасте перестает быть желанием и становится смыслом жизни но важна ли она настолько насколько я думал раньше хочу ли я чтобы кристиан оказался за решеткой был наказан по всей строгости закона не знаю хочу думать что не знаю когда меня привели в ордер юлия забрала улики я не придавал этому значения вплоть до этой минуты но теперь мне неспокойно прежде я мог остановить расследование в любой миг уничтожить доказательства просто выбросить кольцо в канал и забыть о том что было да до тех пор пока улики были у меня в руках сейчас они в ордере и у юлии и что то мне подсказывает что такой шанс она не упустит мальчик мой очнись ты здоров а ну вполне ты как будто расстроен я волнуюсь за кела из-за меня он оказался в тюрьме ты хочешь чтобы я помог ему выйти кристиан это твой дознаватель первосортный шантажист ты знаешь что он запросил тысячу двести золотых ну ёбараса ты не представляю даже во сколько мне станет свобода твоего друга но я помогу ему если ты попросишь чего спасибо я не знаю как мне благодарить тебя благодарность Оливер лишь формальное выражение чувств но не сами чувства когда они есть душе говорить о них не требуется когда их нет незачем бросать слова в пустоту интересно тогда почему ты все время мне говоришь что ты любишь меня Кристиана почему ты тогда такой милый со мной почему ты рассказываешь мне всякие милые баечки знаю я таких знаю мало я таких я тебе не доверяю хрен все равно так главное благодарность для меня знать что ты жив видеть тебя здесь рядом со мной больше мне ничего не нужно опекун откидывается на диван и смотрит на Оливера с дружелюбной полуулыбкой ну ладно как ты узнал Кристиан как ты узнал что я попал в беду опекун едва заметно напрягается почему тебя это так волнует главное что мне стало известно об этом у меня есть свои источники Оливер я знаю почему Кристиан уходит от ответа имя источника о котором он скользко говорит мне хорошо знакомо Оливер отворачивается к окну опекун трясет Оливер за плечо блин у меня аж это мальчик мой похоже тебя укачало и ты заснул а ну верно все потому что ты засиживаешься за книгами допоздна а потом весь день клюешь носом тебе стоит соблюдать режим дня мой мальчик определенно стоит вставай Соня мы уже дома хорошо что он меня ничем не накачал Эдна блин жопу подставляй давно хочу тебе ее надрать давай варгуль парит над полом бурча под нос какую-то старую смудно знакомую мелодию это выглядит смешно и пугающе одновременно Эдна я дома а стены вашей мрачной тюрьмы раступились мой сахарный вы снова свободны хотите я принесу ужин или чашку горячего какао надо поговорить Эдна нам нужно очень серьезно поговорить Оливер а что случилось хороший мой не смотрите на меня так хозяин глаза то у вас то какие то ледяные прям ледяные то и гляди заморозите меня чем же я провинилась зелье харизмы давай козеле харизмы долбанем я просто не отразим ммм Эдна я хотел поговорить с тобой откровенно ммм мой сладкий да все что угодно спрашивайте вы ведь знаете послушай Эдна я давно заметил что ты служишь не мне ну вообще не мне мне или не мне как прежде в общем не служишь Сухарок да что вы такое говорите я Эдна избавь меня от этого театра я же не обвиняю тебя я просто хочу понять что произошло в конце концов я за тебя просто беспокоюсь когда вы это говорите мой вкусный господин я просто не могу вам отказать каким то образом крестьян знал все о ходе расследования а значит кто то выдал ему секреты он был в курсе что кел принес мне кольцо матери знал об этом деле с Митчеллом и от кого же ты там была и в архиве где опекун вдруг нашел меня и в тюрьме и в этих местах где ты появлялась тоже нет смысла ничего скрывать одна правду я и так знаю теперь я хочу узнать причину все так сладкий я больше не ваш демон и не могу служить вам моим хозяином стал Кристин он заставляет меня следить за вами требует чтобы я рассказывала все все что вы делаете ну я так и думал ну это ну как это вообще возможно то разве можно стать повелителем демона у которого уже есть владелец я не слышал о таком вы правы мы сахарной обряд не обратим повелевать демона может только только тот кто его вызвал но есть хитрость одна если убить демона и вызвать его повторно владеть им будет тот кто вызвал его последним то есть одну кто то убил а потом снова оживил кто твой хозяин это набрачнеет сложно это все сахарный так вот сходу не объяснишь блин демон он видимо влюбляется в хозяина да безумие даже если тут и гад и раз последний не наверное потому и нельзя судить но Кристиан как мне думается не из таких он может даже хороший человек это видно он о вас думает больше чем о себе он беспокоится ночами бывает не спит а вам поди все врет будто бы бессонница мучает ох как это было что случилось как ты ему служишь года три уж сахарок намаялась метаться к вам к нему снова к вам к нему опять ммм кажется я знаю когда это случилось я помню ты как то на неделю аж пропала а потом появилась вновь да да сладкий мой тогда тогда оно и произошло опекун-то башхетер оказался на рынке кроликов купил да корзину в подвал отнес кто ж от кроликов то откажется в здравом уме муха не так хрустят и вот идет он в подвал а я спиной у него лечу невидимая поживлюсь сейчас думаю а он тревога у самой тревога какая то и коли ты ну это спустилась в подвал там вельмут меня исцапал эм вельмут кто такой вельмут вельмут это тень его тени они вроде как сами по себе сахарный у них свой рот свои тайны история своя был говорят какой-то древний договор который тени корводом по крови призвал так они всю жизнь рядом мучаются да я знаю про этот договор ты можешь что нибудь рассказать про вельмуте о вельмуте я о нем ничего не знаю сахарный так сахарный его же сама влепляю это просто да и знать не желаю безумно он страшный как кристиан с ним уживается вообще непонятно ну и что мне делать я думал что у меня есть демон которому я могу доверять а теперь вы сладкий главное лишнего при мне не болтайте ежели кристиан спросит я все ему все выдам ничего не утою заклятие сахарный шутка сильная а он спрашивает каждый день сахарок каждый день и все про учебу да про друзей да про женщин всяких ну там женщин интересно здоровье в вашем все время спрашивает а здоровье да хоть говорит не оступился на пути заботливый он у вас ничего не говорит очевидно опекун имел ввиду что то другое думаете сахарок я по вам не скучала нет нет да вспомню вас подумал как же хорошо то было память ведь не обманешь так и я привыкла так к вам мы должны решить что нам делать дальше я не могу полностью доверять тебе одна надеюсь ты понимаешь почему и да сейчас говоря с тобой я думаю что совершая ошибку шанс того что опекун узнает о нашем разговоре очень велик ведь так варгуль задумывается а вы сахарный мой зазря зазря боитесь демон он ведь как устроен прикажешь сделать точности исполнит как заказано вопросы задаешь ответит что спрашивали ни слова меньше ни словом больше стоит ли волноваться это ты мне скажи стоит ли волноваться крестьян меня прежде ни разу не спрашивал знаете ли вы о моей тайне там пока не спросит так мы и в безопасности сахарок не слишком это обнадеживает да вы не переживайте так господин чуть мое сердце скоро все наладится и не держите зла на старуху и я на вашей стороне сахарок ушла едва одна исчезает раздается телефонный звонок блин кел слава богу ах кел кел это ты это я дружище кел блин мне да честно говоря даже немножко сейчас слезки пойдут наверное я в дерьме оливер я в полном бесповоротном беспросветном дерьме прости ты влез в это из-за меня и ты же не виноват да никто в этом не виноват оливер нас просто затянуло как воронку а мы лишь попытались выплыть как в детстве да когда мы пошли купаться на айзен ты выдернул меня из водоворота помнишь схватил за руку и тащил в сторону я и сейчас хочу тебя вытащить дружище ты единственный кто этого хочет что а твой отец ой не спрашивай кто-то нашептал ему что меня взяли он пришел к клетке и спросил то что говорят это правда блин я сказал что правда и тогда он ответил мне ты это заслужил блин вот мразь оливер не смей так об отце но кел он же да я знаю но ты все равно не смей мне бы так хотелось услышать от тебя что ты часто говорил в детстве тогда нам везло на неприятности но не было дня чтобы мы не вляпались во что-нибудь ну это точно да и когда мне казалось что все плохо и нас непременно накажут ты хлопал меня по плечу и такой ну это не беда да да именно дружище фух аж легче стало и когда ты это говорил тоже становилось легче но сейчас ты так уже не скажешь я действительно в беде оливер прости трубки слышен шум дружище ты тут ко мне тут посетитель говорят какая-то девушка попозже созвонимся ладно договорились держись там ох господи боже мой что ж за день такой насыщенный сердечко поднывает даже немножко среди подушек дивана что-то мерцает о золото всегда приятно найти деньги даже если речь идет о 13 монетках конечно блин приятно а че мы просто спать и у нас нет никаких задач больше может Дарине извякнем нет Дарина не хочет разговаривать ну и ладно тут мы с тобой уже все смотрели угу что если присмотреться среди узоров можно найти искусно спрятанную дату ну да это мы все смотрели книжки часы которые Кристиан подарил в шкафу какая-то фигня все подряд и коты все вообще шум соседи в ринчат в общем давай на этом будем заканчивать а в следующей серии мы проснемся с тобой и продолжим нашу игру что бы я хотела сказать в этой серии да ничего я все скажу в конце а тебе спасибо за просмотр ставь лайк звони в колокольчик и я приду просто побыть здесь с тобой я одну я шум и с а я и и и и и и